Доктор Дядя Миша Математика Умножение нуля и единицы Здравствуйте, дорогие мои! Алтай, голос! Я, доктор Михаил Гаврилович, и мой пес Алтай рады встрече с вами. Мы ждем в гости наших друзей и соседей, Верую Фому. Вера – второклассница. Ее брат Фома постарше, помогает ей в учебе. Будем пить чай с вареньем и обсуждать учебные вопросы. А вот и они. Открываю! Дядя Миша, здравствуйте! А Фома... Подожди, Вера, что ты прямо с порога? Добрый день, Михаил Гаврилович! Алтай, привет! Здравствуйте, ребята! Проходите, мойте руки. Чай со смородиновым вареньем и маковыми баранками. Все уже на столе. Ух ты, здорово! Ага, очень. А Фома... Вера, не торопись. Давай сначала чайку попьем, а уже потом... Фома, что ты все Веру останавливаешь? Верочка, о чем ты хотела сказать? Фома, можно уже? Дядя Миша, мы идем на день рождения к знакомому мальчику. И Фома приготовил представление. Будет там фокусы показывать. Да ну, очень интересно. И нам сейчас покажет. Я просто порепетировать хотел. С большим удовольствием посмотрим. Да, Алтай? Ладно. Тогда, Вера, ты объявляй, а я реквизит возьму из кухни. Как будто на сцену выйду. Внимание! Перед вами выступает лучший в мире фокусник. А как там дальше, Фома? Почтеннейшая публика. Перед вами волшебная шляпа. Она пустая, видите? Видим, видим. Все, что я в нее положу, умножится на три. Внимание! Вот я кладу в нее шарик. Фокус, фокус, тру-ля-ля! Ух ты, шарик! И второй. И третий. А как это у тебя получилось? Ловкость рук. А можно я? Я сейчас тоже умножу. И ты тоже? Ну как? А у меня свои секреты. Алтайчик, поди-ка сюда. А это как он подходит? А теперь, внимание! Э, Вера, куда шляпу забрала? Да пусть попробует. Слова только вспомним. Фокус, фокус, тру-ля-ля! Фокус, фокус, тру-ля-ля! Вера положила ноль шариков и тоже умножила на три. И получила сколько? Ноль. Но я же умножила. И что? А вот Алтай правильно подсказывает, что наша Верочка просто еще одно правило математическое не знает. Какое? Алтайчик, что? А, ты сушку хочешь? Дядя Миша, можно я Алтаю сушку дам? Лучше дай ему вот эту специальную косточку. Его лакомство. Ишь ты, ему мало одной. Алтай хочет в три раза больше. Ну, давай, Вера, умножай. Один умножить на три? Это просто. Это то же самое, что один плюс один плюс один. Получается три. Верно. Три косточки, конечно, Алтаю многовато. Но умножила ты правильно. Алтай, а может быть тебе конфетку дать? Он хочет, хочет. Нельзя ему конфет. Вредно. Увы, дружище, ноль конфет тебе. А он хочет в три раза больше. И сколько же он хочет? Считай, Вера. Ноль плюс ноль плюс ноль. Получается ноль. Алтай, ты понял? Он понял. Он знает, что конфеты ему вредны. Алтай просто хотел помочь, Веря. А ты, сестренка, разобралась, что мы сейчас делали? Мы умножали на три единицу и ноль. И что получили? Если единицу умножить на три, то получится три. А если ноль умножить на три, то получится ноль. Все правильно. А если бы вместо трех было четыре? Тогда, тогда... Давай сделаем шаг назад и еще раз разберемся. Что значит умножить единицу на три? Это значит взять единицу три раза. Верно. Сложим один плюс один плюс один. Сколько будет? Три. Один умножить на три, получится три. Фома, можешь не подсказывать? Я вижу, что ты знаешь. Пусть Вера разберется. А если один умножить на четыре, что это значит? Это значит по одному взять четыре раза. Один плюс один плюс один плюс один. Равно четыре. Ой, извините. Я просто дополнил. Я и так знала. Один умножить на четыре, получится четыре. Это такое правило. Когда единицу умножаешь на другое число, всегда получается то число, на которое умножали один. А ну-ка, Фома, подай мне свою чудесную шляпу. Вот у меня есть винтик. Я кладу его в шляпу и умножаю его на пять. Оп! И сколько теперь в шляпе винтиков, как ты думаешь, Вера? Три? А, нет. Если на пять, значит пять. Именно так. Вынимаем. Один винтик. Два. Три. Четыре. Пять. Ой. А у вас какой секрет, доктор? А, я знаю, вам Алтай помог. Нет, дядя Миша сам. Он честный фокусник. Фома, думаешь, ты один умеешь ловкость рук? Ну, вы меня потом научите, какой у вас секрет фокуса с винтиками. Научу. Верочка, ты правило-то запомнила? Да. Если ты умножаешь единицу на какое-то число, то получаешь это самое число. А если на сто умножить? То получится тоже сто. А на тысячу? Тысяча. А если умножить на один? То получишь один. Здорово. А теперь другой фокус. Что будем умножать? Ой, а можно умножить вот эту грушу? Ну, что ж, давай положим в шляпу грушу. А на сколько будем умножать? Давайте на сто. Столько в шляпе не уместится. Лучше на три. Нас же трое. А, то есть четверо. Фокус-покус. Тру-ля-ля. Доставайте скорее. Мне черт самую спелую. Ой, а в шляпе пусто. Правильно. Потому что я не положил грушу в шляпу. Вот она. То есть вы положили в шляпу ноль груш. И умножили ноль на четыре. И получил? Ноль. Потому что ноль можно умножать на какое угодно число. Все равно в результате получится... Ноль. Конечно. Из ничего и получишь ничего. Умножай хоть на сто тысяч миллионов. Это правило легко проверить. Как? Очень просто. Ноль умножить на три. Это значит три раза взять ноль. Ноль плюс ноль плюс ноль будет ноль. А если умножить ноль на пять? Это значит взять ноль пять раз. Ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль. Фух, еле сказала. Ну, сколько получилось-то? Ноль, конечно. Вот это фокус. Алтай вам для закрепления эти правила на чудесной доске высветил. Читайте. При умножении нуля на любое число Получается ноль. При умножении единицы на любое число Получается то число, на которое умножали. Так. А груши-то выберите. Они без всякой шляпы вон там лежат. И сушки тоже. Так и брейте тебе сушку. Лови. А я задачку уже придумала про сушки. И про правила, которые мы узнали. Так-так. У каждого в этой комнате по одной сушке. Сколько всего сушек у нас? Ну, это задачка для детского сада. Нас три человека. У каждого по сушке. Значит, и сушек три. А вот и нет, а вот и нет. Я не сказала у каждого человека. Я сказала просто у каждого. Ой, Алтайща, дружище. Извини, про тебя забыл. Четверо нас. И сушек, значит, четыре. Вот как тебя Вера-то провела. Ладно. Теперь я вам тоже задачку задам. Можно? Давай. В лесу стоит береза. На березе четыре ветки. На каждой ветке растет по одному желудю. Сколько всего желудей? Задачка для детского сада. Четыре ветки на каждой по одному желудю. Всего четыре желудя. А-а-а. Чего? Верочка, ты поторопилась и невнимательно слушала условия задачи. Внимательно. Четыре ветки по одному желудю. А дерево-то какое? Береза. А-а-а. Береза. А какие же желуди на березе? Желуди на дубе бывают. Так-так. А на березе желуди не растут. Значит, ответ ноль. Ноль желудей. То-то же. И неважно, сколько веток. На березе желудей быть не может. Фома, а ты эту задачку тоже на дне рождения предложи. После фокусов. Хорошая мысль. Можем вообще в загадки поиграть. И фокусов я побольше приготовлю. Доктор, вы обещали секрет рассказать. Расскажу. А вообще, Фома, ты показал нам отличное представление. И Веру многому научил. Согласна. Мне понравилось вообще-то. Это я еще не все показал. У меня еще фокусы с бумажными цветами есть и с платками. Замечательно. Обязательно покажешь как-нибудь. А еще вот что. Если получится, сними свое выступление на видео. Зачем? Для наших маленьких пациентов. Я по старой памяти захожу в больницу, где когда-то работал. Мы ребятам, которые долго в палатах лежат, показываем всякие ролики, чтобы настроение поднять. А, понятно. Хорошее дело. Конечно, запишу. А я могу стихотворение рассказать. Веселое. И вам потом сразу два ролика передать. Отлично. А пока нам пора. Да. Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания. И тебе, Алтайка, спасибо. До свидания, дядя Миша. Всего вам доброго, ребята. До новых встреч. Неси, Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий. Вопросов, разговоров, новостей. Со столом друзьям не тесно. Разговор идет живой. Будет в школе интересно. Вместе с Верой и Фомой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok